Я всегда, когда снимаю, боюсь, что сейчас подбежит охранник и скажет, уберите камеру. Мои друзья все время шутят, что мой интерьер можно сразу публиковать в журнале Икея. Давай, 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 давай. Потому что никакого кайфа. Ты просто стоишь, едешь и не сжигаешь калорий. А я у тебя был, когда еще его только строили, этот дом. Кого? Домик? Да. А что оно будет, это, само подмываться? Просто присел и смыл. Как говорит один мой студент из Нидерландов, привет, дружбанчики! Давно не виделись, в Литве продолжается карантин. И, честно говоря, я немножечко устал уже от всего этого безумия, которое сейчас творится в мире. И не было повода и мыслей, и музы, не было желания снимать влог, потому что каждый день был немножко похож на предыдущий. Работа, дом, работа, дом, работа, дом, некуда пойти. И, в общем, поэтому не было как бы повода снимать. А снимать работу или снимать, как я сижу дома и делаю какие-нибудь свои дела, мне кажется, это не очень интересно. Но, как известно, у любого творческого человека такое бывает, что муза может прийти в самый неподходящий момент. И ко мне она пришла сегодня, 30 апреля в 18 часов и одну минуту, когда я закончил работу и ехал домой в Палангу. Значит, коротко расскажу. В Литве вторая или уже третья фаза карантина. Мы по-прежнему должны ходить в масках, но можно не надевать маски, если рядом с вами нет людей. Есть несколько, конечно, ограничений, но в целом у нас уже открылись уличные террасы в ресторанах, хотя сами рестораны внутри не работают. У нас открылись парикмахерские, музеи. Ну, в общем, много чего пооткрывалось. Школы пока еще не работают, но в любом случае есть определенные послабления. Короче, почему я решил снять это видео? Потому что впереди у нас три выходных дня, и вроде как эти дни обещают быть интересными. В Паланге у меня сейчас живет мой друг Дима. Вы его знаете и видели в одном из своих влогах. О своих влогах. И этот человек преподает русский язык. Вы его видели в одном из моих влогов. Если коротко, то он местный, клайпичанин, литовец, но несколько лет живет уже в Казахстане. Работает, потому что ему предложили хороший контракт. Он туда поехал в командировку на год и остался уже на несколько лет. Но поскольку карантин, все границы позакрывались, он практически успел в последний самолет, вернулся в Литву. Неплохо он там устроился, неплохо он там работает, потому что он за эти годы успел купить себе квартиру в Паланге, в которой мы, кстати, уже бывали. И опять-таки в одном из влогов я гостил в этой квартире. Я сейчас, наверное, покажу вам здесь ссылочку, вы потом сможете посмотреть. И за это время он успел еще заработать и купил себе небольшой домик. Недалеко от Паланги, в таком местечке, которое называется Монтишкес. Он сейчас там делает ремонт, именно по этой причине он остановился у меня дома, потому что до его дома, это буквально, ну, на велосипеде 10-15 минут. Я надеюсь, что он нас позовет, и мы сможем там побывать и посмотреть, как у него проходит стройка. Я стал большим лентяем. Мне лень даже доставать камеру, чтобы снимать это, но я буду себя заставлять. Надеюсь, что вам будет это интересно. Все, поехали. Сейчас в доказательство моих слов, что я стал большим лентяем. Мне даже лень сегодня готовить, поэтому я решил заказать суши. Купить что-нибудь вкусненькое и, может быть, даже алкогольное. Я понимаю, что по моим влогам кажется, что я все время злоупотребляю. Я не буду оправдываться не в целях оправдания, а в целях того, чтобы у вас сложилась правдивая ситуация. Скажу, что, видимо, просто момент, когда приходит муза, он всегда как-то связан с моментом, когда хочется выпить. Наверное, это как-то взаимосвязано. Поэтому сейчас заеду, да, куплю чего-нибудь выпить, возьму суши и поеду домой. Посмотрите, какая чистая в кавычках у меня машина. Все почему я возил собаку друзей на стрижку, так что у меня весь салон собаки. А еще я такой хороший в кавычках водитель, что я только сейчас вспомнил, что езжу еще на зимней резине. С этим карантином забыл поменять резину. О май гад, сколько машин на парковке. Мне кажется, все решили перед долгими выходными закупиться хорошенько. В магазин надеваем масочку. Я всегда, когда снимаю, боюсь, что сейчас подбежит охранник и скажет, уберите камеру. Я не понимаю, кстати, в чем смысл запрета снимать в магазин. Что я украду, какой-то коммерческий секрет. Это очень вкусно. Так, ну, маленькая экскурсия Интерьер Квартирка у меня малепусенькая Как я уже сказал, вот такая небольшая спальня Телевизор, который я никогда не смотрю Не знаю, зачем я его здесь повесил И, собственно, гостиная, студия С кухней, все вместе Мои друзья все время шутят, что мой интерьер Можно сразу публиковать в журнале Икея Потому что почти все здесь куплено в Икеа А еще нужно показать туалет и ванную Это же самое главное в квартире Вот, душевая кабина И, собственно, все Вот, так и живем Привет Здрасте Ты будешь звездой моего влога Классно Давай, 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 давай Напряги казахские мышцы Доброе утро! Я уже сижу, пишу текст А кто-то готовит завтрак! Что на завтрак? Каша и кофе Это у тебя молочный супчик? Ну, такой Как в детском саду Привет! Это Димин, брат Коля Ничего, что тебя брат заставляет, как гастарбайтера, бесплатно ему полы класть? Да, это нормально А ты не платишь ему где? Ну, как сказать А ты прямо из Клайпины на велике? Ну, да Сколько ехал? Ну, примерно где-то час сорок О, круто! Я почему-то думал, что у меня сегодня будет нормальное такое 1 мая, выходной день Но с утра посмотрел расписание И оказывается, у меня сейчас один урок Я буду преподавать русский двум офигенно крутым, веселым студентам Один из них из Нидерланда, второй из Австралии Оба живут в Киеве Какие-то крутые стартаперы и бизнесмены А потом я вспомнил, что у меня сегодня итальянский Кстати, моя школа итальянского языка в Болонии В которой я был в 2018 году месяц, если вы помните В связи с коронавирусом начала онлайн-курс И у нас теперь каждую пятницу разговорный клуб И мы онлайн 2 часа обсуждаем разные новости, читаем тексты Это очень интересно А перед всем этим делом, как вы видите, я сейчас хочу позаниматься спортом на улице Немножко побегать И у нас есть несколько в Паланге хороших спортивных площадок Я обычно добегаю до одной из них И там еще минут 20 качаю пресс Я не буду с собой брать камеру Вы уж простите, потому что вы уже сто раз видели меня бегающего по лесу Ничего нового я вам не покажу, да и мне будет комфортнее А вечером мы собирались покататься на великах Должен приехать еще немного со Склайпидой Вот тогда-то я, наверное, и возьму камеру и поснимаю Потому что мы планируем поехать туда, где я еще точно не снимал Все И снова здравствуйте Велики превратились в Паспертукасы, в самокаты Решили сегодня быть лентяями Господин Миндаускас, скажи привет Привет Я не знаю слышно ли меня, потому что я еду и дует ветер Но маленький совет Вот я купил этот самокат в прошлом году И в этом году я понял, что это была самая ненужная покупка Потому что никакого кайфа Ты просто стоишь, едешь и не сжигаешь калории И вообще никакой пользы Поэтому лучше купить велосипед Ты согласен со мной? Нет Лентяй Вот любитель самокатов Я прям еду и чувствую, что никакого КПЗ Никакого коэффициента полезного КПЗ, нет, КПЗ это камера предварительного заключения КПД Коэффициента полезного действия Вот, не покупайте, лучше велик Велик лучше, не тратьте деньги Мой вам совет Так, мы приехали Это Димин дом Собачка А как его зовут? Бонни Бонни? Привет, Бонни Когда там стоит мусорка То эти, как они рыжие прибегают Лисы? Лисы, да, раздирают Окей И кушают памперсы А у вас дети здесь, что ли? А я у тебя был, когда еще его только строили, этот дом Кого? Домик? Да Вот, смотри Куда нельзя ступать? Я там просто сейчас покрываю специальную смесь Блин, здесь такой запах, ты здесь за это Это сейчас, только это сейчас смесью покрываешь Так, чтобы пол был ровный Локом и диванчик Чтобы не было пыла Это твоя комната, кстати, Сережа, да? Комната для гостей Комната для гостей, окей А где твой брат? Уехал уже А как наверх подняться? Убрал, наверное, сейчас лестница А где вообще дырка? Пошли, так вот, проходи Ладно, чтобы чистить, нормально Ну ладно Чик, чик, чик Аааа Клево А лестница отсюда, да, будет? Да, здесь будет лестница Клево О, у меня такой же бойлер Он клевый Да? Ты Миша настраиваешь? Я, я, у меня есть, этот, мужик, который настраивает А здесь будет лестница Большая песка Тиланка Раз, два, три, четыре, пять Здесь вот кругловая будет кухня Ага Ага Здесь будем кушать и попивать Окей Здесь будет диван, здесь будет телевизор Окей И здесь будет выходная терраса А, еще терраса А, еще терраса А, ее сделают здесь Да, сделаем террасу, будем выходить и... Ну клево, так хорошо А, здесь уже одна терраса есть Да, вот такая же терраса Мне нравится Такие скандинавские домики, правда, красивые А здесь будут твориться потом чудеса Чудеса А что, оно будет, это, само подмываться? И просто присел и смыл И нет ободков, там микробы, не это А, да А, да Новый дизайн Без стенки Ну там, вот, старок Нету стенки Нету стенки А, все сразу окей Да Ты уже мыться пошел? Не, еще не знаю, завтра еще силиконить будем Может быть, после завтра можно уже мыться Ну вот, так живут литовские мигранты, которые уехали в Казахстан И за семь лет купили квартиру в Паланге и дом Кто работает, у того есть все Кто только ноет и не работает, у того нет ничего Правда собака? Да 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 Да